Было сказано, было сказано же ведь, что яденька красота, песни все поют с утра. Я уже сегодня напелась, а ядрен в батон. Очень много спела. Ой, чердак поправляем. Похлебку хлебаем. С утра завтракаем. Представляете? С супчиком. Майонеза нет, зараза. Ядрен в батон. Блин, такая вкуснятина. И сметана кончилась, как назло. Сейчас поем. Пойду, надо мне там во дворе порядок навести. Все сначала собирать, потом подметать. Ну я сначала съездю сейчас по делам. На кладбище поеду. Посмотрю могилу. Памятник-то. Надо заценить. Вот. Так-то они хорошо делают. Я видела их не работа. Как бы, что там долго-то сделать. Типа закопать-то, залить-то. Цементом-то. Магазин потом поеду. Позднее. Мне сюда... Моя подписица В инстаграме подсказала, как называется фильм, который я спрашивала. Называется Заколдованная любовь. По-моему. Короче, вот. Гляжу. Вторую серию уже. Вот я встала первых, умерела. Пока глаза свои красила. Вот. Всех одевала, собирала в садик. И смотрела кино. Сейчас вторую серию смотрю, когда пришла в садик. Так что-то я налистала, налистала. Там столько серий много. Еще часть вторая какая-то там будет. Короче, очень интересно. Я давно-давно этот сериал смотрела. Старый такой. Классный кино. Посмотрите. Обалдеть. Интересный. Ну, этот сериал старый ему нравится почему-то. Ну, как, не старый, а под старину снято вот это вот. Вот так вот. Вот такое деревья мне кто-нибудь не нравится. Этот тупорылый позвонил вчера мне. А зачем ты всей стране рассказываешь, что я картошку забираю? Я хочу бы не рассказать, если ты ее забирать не хочешь, зараза. Я отдаю, забирай. А то, говорю, у меня такое ощущение, что я тебе ее навязываю. Ядрен батон. Я же еще и предложила сама. Дети разговаривали, я его спросил. Ну, спросили. Надо. Ну, понимаешь, что без денег сидит там или как? Все равно же, не лишнее же. Я думаю, возьмет. А сейчас у меня такое ощущение, что я ее навязываю. Надо, на, 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 на. Надо брать, пока дают. Дают, бери. Бьют, беги. Не так же так говорят, а? Это ищи-то. У тебя вообще какой-то... Звонит. Звонит, звонит. Как там правильно? Звонит и говорит. Зарина с ним разговаривает. Он это... Пускай мама телефон сначала уберет, потом поговорим. Он думал, что я снимаю где-то, стою. И со своего телефона снимаю. Выключил камеру. И в потемках как бы темно. И с ней разговаривать. Она ему говорит, папа, что, говорит, у тебя темно? Так надо. Папа, включи камеру. Не буду. А зачем тогда ты все видео включил? Что? Так просто, что ли? Я был со своими этими прибомбахами. Я перетерпела этот... Как он называется? Переходный возраст. В сорок лет. Слышали об таком? У мужиков. Это же трындец полный. Все, что ты не сделал, ты будешь виноват. Ха-ха-ха-ха-ха. Это называется переходный возраст. Сорокалетний мужчина. Я его пережила. Ну вот этот уже маразм. Я пережить не могу. Прям я укусил кто-то в ноздрюблен. Прям не могу. Трэш полный. Так, теперь надо молочка попить, наверное, с вафельками. Минуточку, ребята. Не уходите, не расходитесь. Эти вафли я еще привезла с Москвы. Ядрен батон. Вот. Вот эти вафли. Мелкие у меня открыли, что-то было. На попрошайничали, а ехать не устали. Они с кислинкой, клубничкой или что? Земляника долбанная. Пахнет прям одна земля. Красненький внутри. Ни хрена не видно, что-то отсвечивает. Прям вообще земляника воняет. Холодая. Лишь бы горло не заболело. Вчера вечером стиху убирали. Заринкой. Стиху задали. Про насекомых. В интернете нашли несколько штук. Выбирали, выбирали, что-то не нравится. Нет, это не тот. Какой-то еще надо поискать стих. Выучить надо. До понедельника. А у меня память хорошая. Она бывает сразу выучить, на следующий день рассказывает. Главное, так интересно. Это когда какое-нибудь задание дают, чайники, она когда заходит в раздевалку ко мне выходит, я за ней прихожу, она мне сразу говорит, что и че сказали. Че надо, че не надо там, че надо выучить, че надо принести. Сразу же. И на какую тему. Сразу вышла и сказала, про насекомых глаз стих выучить. Только не сказала, да когда. Вторые пришли, спрашиваю, а че за стих? А че за стих? Переписка. Уже дома родители пишут. А мы, говорит, свою пытаемся, до сих пор мы, говорит, понять не можем, что надо выучить и к какому числу. Вообще, говорит, непонятно, кто че говорит. А вы не знаете. Моя постоянно. Сразу же. Всю информацию передает. Как бы. Молодец. Все понятно. Я еще переспрошу, конечно, у воспитательницы. Уточню, правда, нет. Поэтому, мало ли. Нет, все правильно. Молодец. Наверное, в школу хочет. Дождаться не может. Он в год когда пройдет. А в пятерку хочешь получать, что ли? Из двойки. Я хорошо буду, говорит, учиться. Я хочу учиться. Дай бог. В первый класс мы всегда хотели. И все. А во второй уже не особо не встретить, да? Там бы уже последний был. Ну, конечно, быстрее бы. Хоть бы поинтересовался. Сабель, как учеба идет? Как твои, это, оценки? Че получаешь? Я говорю, ноль. Почти, никакого интереса. Зараза. Заренька. Вчера у нее спрашивает. Пап, дай денег. А, пап, когда деньги дашь? Че-то такое она у него спросила. Я стою, слушаю, че он ответит. Он что-то ей там про это, ничего не понятно. Потом сказал, что что-то у меня нету. И че. А когда будут что-то, он что-то ей опять там невнятно. Дети есть, дети просят отца. Ответ один хрен получают одинаковый, не всегда. Я его не прости никогда. А потом думаю, пускай просит, пускай стыдно будет. Это ребенок. И че, ей ребенку должна рот закрывать? Пускай спрашивает, это ее родной отец. Пускай он ей отвечает сам. Почему он не отвечать должен? Пускай они напрямую у него спрашивают, а он им отвечает. Почему я буду передавать со своих слов? Да? Так и будет правильнее. Он просили у него, он сразу им пускай говорит. В лоб, в глаза. А не мои дети видят глаза, когда я рассказала, передаю это. Заразик. Ох, как хорошо. Спина болит. Вчера башка болела. Я спать тегла, голова болит. Чардакс вот здесь болел. Шея болит. Все замкнуло. Надо, чтоб мне кто-нибудь по шее дал. Вот я даже вот так разминаю, мне больно. Прям надо ее всю размять. Массажистов нету. Массаж надо. Вот эти вот сзади, знаете, вот это вот. Вот прям ее заливаешь и тренивается. Этого башка болит. У них там любовь начинается. Надо глазки закрывать. Вот пришел к этой, к белобрысой, этот, как он называется-то, на лесопилке-то, который хозяин-то. Пришел к этой белобрысой. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ведро на ушки ему надень. На башку. Пускай полы ему правильно ведро ему поставила и пошла. Уклевок Левкину. Катя вон пришел. Катя ее зовут. Ладно. Че они у меня дома это рвут-то? У меня палац там стоит за шифонером новой, а они скребут, как будто нитка распускает. Счастья, здоровья и всего хорошего. Добрый день. Добрый день.